Доброе утро! О событиях в крае и его столице в материалах корреспондентов программы «Наши новости». В студии Василий Морозов и Евгения Даровская. Здравствуйте! Лучшие представители рабочих профессий сегодня получат награды. В Молодежном театре Алтая будут чествовать победителей краевых конкурсов. В этом году испытания проходили в номинациях «Лучший токарь», «Швея», «Пормовщик колбасных изделий», «Пекарь», а также «Лучший мастер сыродела», «Электросварщик» и «Слесарь по ремонту сельхозмашин». Всего определили мной 7 победителей и 14 призеров. Кроме того, впервые в регионе состоялся конкурс «Лучший шеф-наставник», в котором участвовали работники 23 предприятий края. Шестеро стали лучшими. Все призеры получат дипломы, денежные вознаграждения и памятные подарки. На Алтае стартовала электронная неделя. В ее рамках сегодня в Барнауле открывается Всероссийская информационная конференция «Информационные технологии в управлении». Обсудить темы безопасности страны, применение электронных сервисов в бизнесе, образовании в сфере госуслуг приедут более 400 делегатов со всей России. Среди них общественники, руководители коммерческих предприятий, представители власти регионов Сибири, аналитического центра при правительстве страны, а также Минкомсвязи и антимонопольные службы. Развитие информационных технологий объявлено одним из главных государственных приоритетов. Эта сфера сегодня во многом определяет ход производственных и экономических процессов. На аварийных домах края появятся соответствующие таблички. Правительство России поручило регионам обозначить такие объекты до конца сентября. Министерство строительства рекомендует размещать отличительные знаки на фасадах аварийных зданий под адресом. Табличка должна быть оформлена в строгом соответствии с макетом, разработанным Минстроем. В ней будет указан не только срок расселения дома, но и контактные данные ответственных лиц. Кроме того, после заключения контрактов на строительство нового жилья для переселения граждан на таблички должны появиться адреса этих домов. Ну и добавим, что в ближайший год в Алтайском крае планируют расселить 97 аварийных домов. Продолжаем. Роллы с лосося могут пропасть из меню суши-баров или вовсе. Запрет на ввоз продуктов из Соединенных Штатов и Европы в первую очередь ударит по заведениям общественного питания и, как следствие, по кошельку посетителей, считает владелец Барнаульской кулинарной школы Михаил Хмелинин. Из ассортимента торговых сетей краевой столицы, которые продают импортное сырье предприятиям общепита, уже исчезли французские и итальянские сыры, испанские оливки и норвежский лосось. По словам эксперта, сейчас рестораны стремятся скупить заграничные продукты, аналогов которым нет в России. Многие заведения начали разрабатывать новое меню на основе местных продуктов. Правда, рестораторы не уверены, что российские производители смогут выпускать столько товаров, сколько требуется отрасли. Да и цена, например, местных рыбы и сыра в разы выше, чем у заграничных. У нас есть камчатский лосось, дикий лосось. Он очень дорогой. По своим ценам он даже в принципе где-то в 10 раз дороже обычного лосося норвежского. То есть дикий лосось, я не знаю, стоит порядка тысячи полторы за килограмм. То есть это очень дорого. Директор Бурнаульского зоопарка Сергей Писарев написал новую книгу. И она не детская, не о животных, как предыдущие его творения, рассказывает о путешествиях. О работе над произведением автор рассказал на пресс-конференции, организованной сибирской медиагруппой. Свою рукопись Сергей Писарев назвал «Путешествие из Бурнаула в». Он написал в ней впечатления от поездок в разные страны мира. Тунис, Вьетнам, Индонезию, Сингапур, Грецию, Малайзию, Португалию и многие другие. Сначала путешественник задумал выпустить книгу в подарок для своих друзей. Но она вызвала большой интерес и у незнакомых ему людей. Теперь издания могут приобрести посетители Бурнаульского зоопарка. Правда, тираж ограничен всего тысячей экземпляров. Может быть, это не скромно, но мне книжка понравилась. Друзья, которые могут сказать правду, сказали, что они прочитали ее за один присест. И им захотелось побывать вместе со мной в тех странах, где я бывал. Каждый желающий сегодня сможет запечатлеть моменты взлета и посадки самолетов. В честь Дня Воздушного флота России в течение двух дней в Бурнаульском аэропорту имени Ситова будет проходить так называемый летний спотинг. Ну, есть такой особый вид хобби, когда любители и профессионалы фотографируют летательные аппараты, чаще всего самолеты. Сегодня всем участникам будет предоставлена возможность найти свой уникальный кадр. Самые оригинальные фотографии войдут в экспозицию выставки в здании аэровокзала, также будут размещены на официальном сайте авиапредприятия «Алтай». Кстати, для участия в мероприятии желающим необходимо заполнить специальную заявку на этом же сайте. Более 20 тысяч поклонников таланта Михаила Евдокимова собрались в минувшие выходные в селе Верхобское. Галоконцерт традиционно завершил череду мероприятий памяти погибшего артиста. Организаторы праздника и на этот раз удивили любителей песенного творчества. Рассказывает Наталья Кондакова. На фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова многие приезжают ежегодно. Кто-то впервые. Стремление же у всех одно – побывать в родном селе любимого артиста, увидеть его друзей, известных спортсменов, певцов, музыкантов и, как говорят здесь, наследников Евдокимовского праздника. Мы, как артисты, стараемся, конечно же, продолжать ту душевность, которой он обладал, ту музыкальность и стараться нести это все в люди. С нетерпением ждем, когда это наступит 7 августа, чтобы приехать и увидеть все прекрасное, доброе. Мечта наша сбылась вот первый раз. И приехали, везде по местам ходим, прям, знаете, даже мурашки по коже. Все это так трогательно. На сцену традиционно выходит вдова Михаила Сергеевича Галина Евдокимова, представители попечительского совета, руководители фонда Евдокимова. В этом году проходит уже 23-й по счету Всероссийский фестиваль, который организовал народный артист. 9 лет как не стало Михаила Евдокимова, но фестиваль живет. Но его детище не умирает, а с каждым годом он все больше и больше вырастает. Если в прошлом году было 34 команды, в этом году уже 40 команд, футбол, волейбол, пляжный волейбол, еще будут прибавляться спортивные интересные игры. Это замечательно. Дай Бог вам всем здоровья, дай Бог сохранить эту красоту и чистоту. Здесь отсюда идет духовная мощная сила России. Лучшим исполнителям народных и эстрадных песен дружно аплодируют. Да и поют с ними вместе зрители Верховского. Так бывает почти всегда. Не проходит ни одного праздника, чтобы организаторы фестиваля чем-то не удивили. Вот и на этот раз на сцену выходят артисты, представляющие наш край, Россию и даже другие страны. Гости из Чеченской народной республики, Республики Беларусь. Ожидая свое выступление, я немножко волновалась, потому что из-за простывшего голоса я очень переживала, что не смогу сегодня достойно выступить перед вами. Но потом я подумала, ведь это фестиваль, который основал Михаил Сергеевич. А значит, это очень просто все. По-семейному, по-доброму. И девизом, я думаю, можно сделать фразу. Главное – от души. Невосклон, невосклон, невосклон засветится. Поутру, поутру я домой приду. Только в счастье свое мне уже не верится. И вряд ли от твоих я его не найду. Пылай по забокам, смородина, Российское утро пылай. Мой край для меня – это родина. А родина – это Алтай. А на какой-то момент всем показалось, что Алтайское село превратилось в Сан-Рема. Мелодии «Солнечная Италия» разносились над стадионом. Завершил гала-концерт, как и было обещано, певец и композитор Павел Паскаль. Салют стал яркой точкой концертной программы и своеобразным продолжением будущего дня праздничных мероприятий. Им любовались все, кто приехал на фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Верхопскон». Наталья Кондакова, Иван Зяблицкий, Андрей Сегаев. Наши новости. Мощный звездный дождь могут наблюдать жители края три ночи подряд. На сегодня и завтра придется максимальная активность царского звездопада Персеиды – более ста метеоров в час. Как сообщили в Бурнавуйском планетаре, пик активности придется именно на ночь с 12 на 13 августа. Метеоры можно будет наблюдать всю ночь. Специального телескопа или бинокля не требуется, но лучше всего звездный дождь виден из удаленных от городских огней мест. К сожалению, отметили в планетарии, помешать может яркая луна. Поэтому увидеть реальнее всего только самые яркие звезды. Тем не менее, сконцентрироваться на самом заветном желании все-таки стоит. К этому часу все новости. Напоминаем, телефон редакции 659-129. Хорошего дня вам и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова